В школьном лагере мне понравилось. Мы ходили в школьном лагере, где животных мы гладили там. И мне это понравилось. Там был хомяк, особенно джунгар, и мне понравился. Он очень милый. Супер. А кому еще что понравилось? А мне все понравилось. Какие больше всего понравились мероприятия? Наверное, игра по волейболу. Самые яркие воспоминания и впечатления. Ребята немного стесняются, но энергетика с них так и рвется. Хочется рассказать обо всем. Вот так эмоционально сегодня участники проекта «Хэштег Лето в городе», объединившего детей с 1 по 11 классы, рассказывают о лете образца 2023. Основная цель проекта – организовать учащимся летний досуг, обеспечив при этом не только занятость, но и безопасность. Различного рода мероприятия проходили в школах и гимназиях, расположенных в пяти микрорайонах Московского района – Вулька, Ковалева, Юго-Запад, Восток-1, Восток-2 и Киевка. Мне больше нравятся интеллектуальные конкурсы, но я не имею ничего против спортивных конкурсов. Я обожаю играть во всякие игры, принимать участие в разных мероприятиях. Так что ничего, все запомнилось. Это довольно интересный проект, называется он «Лето в городе». Каждый день разные учреждения образования Московского района проводят для нас мероприятия. Вот как, например, сегодняшние, где у нас есть маршрутный лист. Я думаю, это довольно интересно отвлечься от домашней атмосферы и снова вернуться, окунуться вот в эту школьную атмосферу. То есть довольно круто участвовать в такого рода мероприятиях. Педагоги креативно подошли к организации досуга детей и показали все свое умение, чтобы раскрыть творческий потенциал каждого ребенка. Можно с уверенностью сказать, что очередное ноу-хау Московского района продолжит свое развитие и в следующем летнем сезоне. На мой взгляд, «Лето в городе» – проект очень замечательный. Он охватывает огромное количество детей, которые небезразличны к творчеству, к общению, к поиску новых друзей. В течение всего этого лета мы принимали ребят из разных школ, к нам приходили ребята из разных школ. Мы занимались спортом, мы играли в интеллектуальные игры, мы разгадывали викторины. В общем, весело проводили время. На мой взгляд, для детей это очень здорово. Проводили разные мероприятия – спортивные, культурно-массовые. Это были турниры по футболу, турниры по волейболу, по баскетболу, фитболу. Это были интеллектуальные состязания, это были различные тематические рисунки на асфальте. На асфальте дети замечательно проводили время, чем бы они ни занимались. Идея становления человека как гражданина своей родины получила отражение в разработанной нами проекте «Лето в городе». Хочется отметить, что этот проект существует уже второй год и является единственным в Республике Беларусь. Он является неотъемлемой частью республиканской программы «Забота». Основной целью данного проекта является привлекательный и познавательный досуг наших учащихся, в том числе признанных в социально опасном положении учащихся, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа. Закрытие проекта «Хэштег Лето в городе» проходило на территории гимназии номер 6 в формате линейки. С одной лишь разницей. После ее окончания дети побежали проходить квест с различного рода заданиями, как спортивной, так и интеллектуальной направленности. Этот проект еще совсем молодой. Не все еще знают о нем, но, несомненно, очень перспективный. Хочется отметить, что еженедельные мероприятия, такие как интерактивные игры, конкурсы, спортивные эстафеты, презентации, экскурсионные маршруты. Все это способствует формированию у наших учащихся опыта социального поведения, обогащению навыков здорового образа жизнью, выработке качеств трудолюбия, ответственного поведения. Ведь стиль жизни сегодня – это гарант стабильного государства в завтра. Дети – это не только наше будущее, но и будущее нашей страны. Задумка творческих и неравнодушных людей, создавших проект «Лето в городе», нашла свой отзыв в радостных и счастливых глазах детей, которые с пользой провели это лето. Новому сезону точно быть. Простой вопрос для малышей. Кого боится кот? Мышей. Собак. Мы считаем дырки в Сирии. Три плюс две – всего пять. Раз и четыре. Я рада, что такой проект появился у нас в городе Бресте. Надеюсь, что в следующем году он повторится. Я хочу пожелать всем – педагогам, которые сопровождали детей, ребятам, которые приходили к нам, приходить, быть еще более активными и вместе хорошо проводить время. Виктория Агапутина, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.